Приветствую вас, Иван. Я думаю, что в целом мои коллеги уже ответили на вопрос, который был тревожен. Я надеюсь, ответил. Я хотел бы, наверное, только объяснить некоторые детали, а именно несколько важных моментов, на мой взгляд, посвященных этой ситуации в целом. Да, конечно, в принципе, говорить о личном опыте можно. Но необходим очень четко, а самое главное, ясно обображенный контекст и цель этого. Для клиента. Если клиенту непонятна причина, для чего специалист говорит про свой опыт собственный, то, ну, в общем-то, теряется контакт, теряется связь между специалистом и, собственно говоря, клиентом. Происходит в какой-то степени обдаление клиента от специалистов. То, что произошло у вас, по сути, дел. И, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо. То есть, получается, у психолога не получилось донести до вас смысл того, почему он вот об этом заговорил, да? Это абсолютно неприемлемо, почему он, он рассказал о своих мопытах, о своих условиях, о своих условиях. И здесь конечно же нужно, а на мой взгляд, вам, а самому, стараться, донесить до психолога в эту ситуацию, стараться донесить до специалиста в свои отношения по поводу того, что вам кажется будто отнимает слишком много времени, просто давать обратную связь. Если вы обратную связь не даете, то здесь конечно будут трудности, безусловно. Ну и я бы здесь еще обратил бы ваше внимание на то, что вы тревожитесь по данной ситуации. То есть вас это как-то вот успокоит, вас успокоит, что психолог будет говорить только о себе, особенно потому что я понял. И вот эта тревожность, ваша тревожность является, ну может быть, тоже таким вот своего рода проявлением той проблематики, с которой вы изначально пришли к психологу. Вот. Такое вот ответное, то есть очень важный контекст и понятная для клиента цель. Вот. А если, если не контекста, не цели нет, вот, то в таком случае это достаточно бесполезно. Клиентам вот как это воспринимается вот примерно как вами, что это просто как разговоры о себе. Вот. То есть эффекта, эффекта от этого, ну, очень мало эффектов. Может быть это очень круто, что говорит, что говорит ваш психолог, но просто возможно человек не заметил, что вы как-то вот не откликнулись на его, ну, на его такой вот подход. И опять же в этом ничего нет плохого в том, что он говорит или в том, что вы реагируете. Это просто все нужно обсуждать. Вот. Обычно вы как раз таки включились в свою проблему непосредственно. Возможно. Когда, вот, он может говорить про себя, возможно вы включились как раз в эту проблему, и, собственно, с этой целью что было сделано. Ну, может быть там есть другие причины. Вот. Это то, что можно вам сказать, то, что можно вам ответить, ну, с учетом, с учетом той информации, которую вы предоставили. Вот. Ну, то есть повторюсь о своей тревоге, а именно вот о своей тревоге. Вам нужно сказать человеку, вот вам нужно сказать специалисту, да, чтобы он знал, чтобы он был в курсе. Чтобы он понимал. И, чтобы, ну, как-то вот в терапии, да, живая на своем путем. Ну, значит, если вдруг вы по какой-то причине, допустим, стесняетесь, да, ну, говорить, например, или что-то в этом роде, то вы можете просто спросить, если вам не понятно для чего вот. Ваш психолог это говорит, да, вы можете просто спросить, у него как это связано вот вообще с вашим запросом, да, изначально, то есть как это вам поможет, если вам не понятно. Вот. Ну и очень важно, чтобы вы как-то вот говорили о том, что хочется лично вам, о том, что нужно лично вам. То есть очень важно вот, чтобы вы говорили об этом. Очень важно, чтобы вы говорили о том, что вы хотите, если вы этого делать не будете, а то, ну, психолог, психолог, он может даже и не поймет, что, ну, что-то не так, да. То есть он может быть не просто, просто не будет отдавать себя счет в том, что происходит вот что-то не очень, не очень хорошее. И вот потому что вы это принимаете, он думает, что это помогает, помогает вам. То есть вот многие, ну не многие, но некоторые клиенты, они делают вот так, то есть они не говорят вначале о том, что их вот, что их что-то не устраивает, да, что им там что-то не нравится. Вот. А потом, ну, внезапно, внезапно, то все совершенно взрывается, вот. На мой взгляд, это не лучшая позиция, да, на мой взгляд, это вообще позиция такая, ну, терапевтическая позиция. То есть это все вещи можно вот в терапии, да, проработать. То есть вот все моменты, которые человек испытывает, да, какие-то вот, ну, проблемные моменты, вот. Вот. А вот это можно, в принципе, в принципе, проработать. То есть Литва собственно вот и, ну, именно Литва собственно и, ну, и есть Литва. Да, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вам очень важно, как раз таки, пользоваться ситуацией, да, пользоваться своим положением, вот, и, значит, использовать вот эту вот ситуацию, в целом, как раз, для решения этой проблемы, которая вас, собственно, волнует, и тогда вы уйдёте от психолога довольным, ну, как-то вот решившим свою проблему, скажем так, вот, либо вы можете продолжать собирать информацию, вот, вы можете продолжать собирать инфы, ну, про то, что можно, что нельзя, что допустимо, что недопустимо, и в итоге, просто, ну, можете вот вообще, говоря, ни к чему, ну, ни к чему, ни к чему не пренебрить, вообще, вот, это такой не очень, не очень позитивный, конечно, момент для вас, но вполне реальный, и держать его в уме, мне кажется, более чем необходимо, вот, на этом, в принципе, я думаю, все на этом можно закончить мой ответ, я надеюсь, что было для вас полезно, вот, обязательно, как бы, сформулируйте, значит, на основе тех вопросов, которые у вас, на основе тех переживаний, которые у вас есть, вопросы, да, вот, значит, к психологу, опять же, вот, и, эм, задайте их ему, то есть, вот, ключевой момент в том, почему вы спрашиваете это у нас, а не у своего психолога, да, как бы вы работаете, может быть, это проблема с доверием, может быть, это, вот, недоверие лично у вас, психологу, да, может быть, это, вот, какой-то такой момент, вот, может быть, у вас есть сомнения в его профессионализме, там, и далее, вот, этот вопрос лучше рассмотреть непосредственно в общине, и дальше уже рассмотреть по ситуации, вот, вот, я думаю, что так примерно можно вам ответить, вот, не торопитесь, пожалуйста, вот, что важно менять психолога, да, как вот некоторые люди любят делать, вот, любят некоторые менять специалистов достаточно быстро, вот, они этого делать не нужно, да, то есть выбрали себе, вот, выбрали специалиста, вот, старайтесь до, так сказать, последнего с ним работать, потому что он начинает Леново, как раз процесс психотерапии, ввода специалиста в вашу ситуацию, это очень тяжело и энергозаправно для, для вас, вот, и что самое здесь страшное, это, наверное, то, что происходит такая, знаете, объективизация проблем, я не боюсь этого слова, когда проблема, она фактически, ну, фактически становится чем-то, вот, таким, немножечко, ну, немножечко отстраненным, немножко, касающимся, вообще, клиентов, может быть, вот, и это, на самом деле, не очень хорошо, дальше, вот, вот, в принципе, в принципе, наверное, все, что хотел вам сказать, желаю всего самого доброго, удачи, успешного вам разрешения данной проблемы. Спасибо.